Функция FileOpen Открывает файл для ввода или вывода. Возвращает файловый описатель открытого файла или минус один в случае неудачи. Вот мы возвращаем int значение. Далее, файлы мы можем открывать только те, которые находятся в каталоге терминала Experts Files или в каталоге терминала Tester Files в случае тестирования. Также можем использовать их под каталоги. Что мы подсовываем данной функции? String FileName – это название файла. Дальше Mode – это способ открытия файла. Когда мы файл открываем, мы задаем, каким образом мы будем дальше с ним работать. Мы можем задавать конкретное значение, либо комбинацию значений. FileBin, FileCSV, FileRead, FileWrite. К примеру, если мы указываем и FileRead, и FileWrite, то есть получается комбинация, то мы говорим, что мы открываем файл, и дальше мы будем его читать, и мы будем в него прописывать. Если мы укажем только FileRead, то мы говорим нашей программе, что мы будем открывать файл, который в дальнейшем мы будем только читать. И у нас получится делать только это. Дальше Delimiter – это знак разделителя для CSV файлов. По умолчанию применяется символ . Что это такое, мы чуть позже посмотрим. Сейчас скажу, что это символ, которым разделяются записи данных в файл. Теперь вот как раз сами режимы. Режим открытия FileRead предусматривает, что мы будем использовать файл только для чтения. Режим открытия FileWrite предусматривает, что файл будет использоваться программой только для записи. Если мы пробуем открыть файл в этом режиме, то мы открываем чистый файл, создаем его. Если что-то будет в файле храниться до момента его открытия, то данные будут уничтожены. Далее режим открытия FileRead, FileWrite. То, что я уже сказал. Мы можем и читать из файла, и записывать файл. В том случае, если нам нужно дописать какие-то данные в файл, то в принципе мы используем именно этот режим. Далее. Режим открытия FileCSV определяет работу с файлом как с текстовым. Фактически мы можем туда прописывать строки так же, как мы это делаем в обычный текстовый файл. Ну вот, например, для того, чтобы прочитать текстовый файл, мы используем комбинацию FileCSV и FileRead. В пределах одной программы одновременно может быть открыто не более 32 файлов, чего вполне достаточно. Содержание записей в файлах. При любой комбинации режимов, которые мы только что разобрали, FileRead, FileWrite, записи данных заносятся в файл без промежутков. Таким образом, программа не знает, где вы подразумеваете пробел, где вы подразумеваете запятую. Она просто прописывает сплошняком те данные, которые вы записываете. При формировании файлов в режиме FileCSV записи данных отделяются файловым разделителем. Ну, как правило, это точка с запятой. А группы записей, в данном случае это строки, разделяются с помощью комбинации символов конца строки. Вот такой символ, slash r, slash n. Что все это значит? Если по-простому, то когда мы с вами записываем данные в текстовый файл, например, какое-то слово мы прописали, дальше мы ставим точку с запятой, объясняя таким образом, что данная запись закончилась. Дальше идет, например, следующее слово, снова точка с запятой. Это может быть слово или цифра, какое-то значение, может быть цена открытия, к примеру. Дальше снова точка с запятой и так далее. То есть мы разделяем те записи, которые по смыслу представляют некое для нас цельное значение, точкой с запятой. А когда наступает конец строки, мы используем вот этот символ, который для программы означает, что нужно прекратить заполнять вот эту строчку. Все. И перейти вот сюда. И следующее значение прописать вот здесь. Потом снова точка с запятой, снова значение, снова точка с запятой. То есть используются два так называемых файловых разделителя. Файловый разделитель. Это специальный символ. Точка с запятой. Слэш R, слэш N. Запись, которая заносится в файл для разделения записей данных. Файловый разделитель используется для разделения записей данных только в CSV файлах. Общий принцип построения записей в любой файл состоит в том, что в записи заносится файл в определенной последовательности без промежутков. Это я уже сказал. И вся запись представляет собой сплошную последовательность символов. Далее, когда файл читается какой-либо программой, в зависимости от того, какие правила установлены в данной программе, мы можем по-разному отобразить его на экране. К примеру, есть вот такой файлик. В блокноте мы будем видеть точка с запятой. Вот здесь будет отображаться точка с запятой. Комбинация символов слэш R, слэш N. Excel и блокнотом не указывается. Вот здесь мы ее не видим. И в блокноте мы тоже ее не видим. Но при этом в Excel мы видим, что точка с запятой стала у нас разделителем столбцов. Запись в CSV файле – это последовательность строковых значений. То есть мы туда прописываем стринг, между которыми указывается либо файловый разделитель, точка с запятой, либо признак конца строки, слэш R, слэш N. Также введем такое понятие, как файловый указатель. Это место в файле, с которого начинается чтение следующего значения. Если по-простому, то файловый указатель – это как курсор. Когда мы читаем файл, мы читаем его не абы как, а мы читаем его строго по порядку. И вот этот файловый указатель, он как курсор находится в конкретном месте. И, к примеру, если у нас есть какая-то запись, потом точка с запятой, еще одна запись, точка с запятой, то, прочитав одну запись, наш курсор, он находится, ну, можно сказать, вот здесь. При дальнейшем чтении файла мы уже начинаем читать именно с этого места, и тогда вот читаем именно вот это значение. Вот это как раз и есть файловый указатель, который как бы бежит по файлу и смотрит там, с какого момента мы начинаем читать эти данные. Продолжение следует...